Ребята, приветствую вас на канале Мэрбосс. Добро пожаловать на дачу. Это сюжетно ориентированная карта. Внимательно читайте все тексты. Вы приехали на выходные в дачный поселок и уже неделю не можете вернуться обратно, поскольку единственная дорога, ведущая в город, заблокирована, обрушившимся нефтепроводом. Местные власти до сих пор не смогли его отремонтировать. Для ремонта вам понадобятся новые трубы, которых нет в наличии на складах. Железнодорожные сообщения временно не функционируют из-за ремонта ЖД-полотна. А единственный в районе завод металлических изделий не работает. Местная администрация решила запустить завод, чтобы изготовить необходимые трубы, но работы идут очень медленно. В районе очень мало рабочих рук. Вы решили помочь администрации, чтобы поскорее вернуться обратно в город. Вдобавок ко всему, ночью у вас в поселке пропало электричество, и вам необходимо выяснить, в чем проблема. Итак, ребята, приветствую вас на прохождении новой карты. Карта называется «Дача». И вот такой у нас со старта ГА-69. И очень антуражно здесь прям смотрится. Посмотрите, реально здесь дача. Поговорите со сторожем. Надо выяснить у сторожа, что случилось. Так, значит, карта у нас вся пока закрыта. Это карта больших, я так понимаю, размеров, да. Контрактов очень, как вы видите, много. То есть есть нам чем здесь позаниматься. Но начинаем с первого поручения. Поговорите со сторожем. И он у нас находится прямо в этой деревне. Слушай, нога 69. Мы с вами вообще не катались, да? Очень-очень редко мы на нем выезжаем. А реально машинка-то интересная. Смотрите, какая она, да? Классная и проходимая. Смотри, и повороты как легко заходят. Так, поговорить со сторожем. Нам необходимо, короче, в этой серии. Я хочу, наверное, ну, открыть гараж, да? И дальше уже поглядим. Ночью на местной электростанции произошла авария. Проблема не только у нашего поселка, но и во всем районе нет электричества. Работы по запуску завода приостановились. И предприятия не работают. Аварийная бригада уже занимается ремонтом. Но им не хватает оборудования. Как мы видим, здесь появились какие-то доски вроде как. Да, смотри, у нас здесь есть какой-то маленький прицеп. Машинка есть еще. А что у нас? О, открылись контракты. Нет электричества. Забрать сварочный аппарат у ремонтной бригады в поселке. А где сам сварочный аппарат? А, вот здесь он на лупе находится, сварочный аппарат. Подъехать. Отвезти на электроподстанцию. Ну, добрый. Слушай, пока реально прям, да, как сюжетная какая-то часть идет. Там как будто бы стоял какой-то грузовик. Может быть, нам по этой деревне стоит сначала прокатиться? О, смотри, здесь у кого-то этот есть. Это как называется джип? Додж Дуранг, если мне не изменяет память. Да, вон у нас стоит сварочный аппарат. Подожди, а там была какая-то машина. Вон Нева стоит. Но Неву, наверное, нам просто надо будет спасти, я так понимаю. А, проберемся мы где-то здесь. Здесь все в трубах, здесь все в лесах. Подожди, и как нам подъехать к сварочному аппарату? Мы с вами на джипе как-никак, да? Я думаю, мы можем пробраться через вот эти небольшие джунгли, по идее. Нет! Ну, то есть, можем, да, продраться, я имею в виду. Нет, я к тому, что мы чуть-чуть с вами не улетели. Я не знаю, кстати, у нас здесь стоит по умолчанию автономная лебедка или как. Да, здесь мы спокойно объехали. Слушай, как антуражно смотрится. А куда вот эту? Это ж по-любому прицеп куда-то оттащить надо будет, да? Доступно для установки. Так, этап завершен. Отвезти сварочный аппарат на электростанцию. Электростанция у нас там. Дорога у нас вроде бы... Не, ну это явно мост здесь разрушенный. Вот, есть дорога у нас какая-то. Слушай, там заодно мы подъедем к Неве. Давайте сейчас вот так мы проберемся здесь, посмотрим дорогу и Неву все-таки эту откроем. Может быть, у нас что-то будет по заданию? Восстановление магазина прицепов. Что нам нужно? Песок, бетонная плита. Я понял. Я просто... Ключи от КПП. Открыть шлагбаум на КПП? Нет. Я просто думаю, должен... Восстановление автобазы. Открыть автобазу. Буксировка автомобиля. Сначала выполнить. Автомобили сторожа. Во! И ремонт электроподстанции. Отбуксировать машину... А, нет, это другая. Слушай, я тогда не знаю, откуда у нас это задание. Ладно? Поехали тогда, как нам предлагаются. Задания нет-нет открываются. Так, по ходу пьесы и будем с ними выдвигаться. Сколько у нас? 9.40. А почему здесь какой дождь идет на даче у нас, а? Объясните мне. Слушай, как красиво. Ребят, посмотрите, как антуражно. Только вот эту, конечно, разобрать надо было постройку сгоревшую. Смотрите, здесь у нас, видимо, будет мост. Здесь у нас как раз проезд, скорее всего. Но мы на всякий случай сейчас вот к этой Ниве подъедем. Может быть, у нас типа дополнительный джипик какой-то будет доступно для покупки. Мы его сейчас еще отсюда и вытащим ведь. Да, отлично. Слушай, ну все, у нас две машины есть. Можно заканчивать, да? Так, отвезти сварочный аппарат. Мы одну машину оставляем здесь, я так понимаю. Мало ли пригодится. А здесь не дирт или мостики? Нет, нет. Здесь, я так думаю, мы спокойно с вами как раз и проберемся. А-а-а... Ну что, здесь прям болотистая такая местность, да? Ну, в общем, нам куда-то явно сначала сюда. Слушай, нам, знаете, чего не хватает? Ну что, бочки здесь такие как будто раскиданы. Либо они нам как раз дорогу показывают. Нам не хватает сейчас какого-то модуля геологоразведки. Да, смотрите, вода какая желтая. Явно здесь как будто бы разлились эти химикаты. Нам вполне возможно придется их собирать. А здесь, по-моему, вот по этой прям реке мы по прямой... Да-да-да, нам прям здесь на электростанцию сварочный аппарат и проезд. Слушай, прикольно. У меня эта карта, ребята, лежала несколько месяцев. Реально. Я все думал, когда ее, чего ее сыграть. И пока я вам скажу, это очень симпатично. Хотел постримить ее. Да что-то это... Как-то без энтузиазма я как-то спросил, да? И вот решил, может быть, поиграть вот такие мини-серии какие-нибудь покататься. Спасибо, что помог со сваркой. Проблема оказалась гораздо серьезней. Сгорело несколько трансформаторов. И нам не хватает оборудования и запчастей, чтобы продолжить ремонт. Так, открыть сельский склад, заехать в Сильпо. Вот, кстати, может быть, мы здесь на Ниве сейчас поедем. Да, в Сильпо откроем склад у нас будет. И в районной администрации доставить прицеп с оборудованием на лесопилку. Как раз мы туда сейчас поедем в Сильпо. Одолжи грузовик на лесозаготовки. И сюда его надо будет доставить. Так, хорошо. Значит, мы сначала едем тогда в Сильпо. И как раз для этой цели мы возьмем с вами Ниву. Во, ласточка наша, да? Полный привод. Слушай, она проедет здесь? Или мы здесь стрянем и придется вытаскивать? Как вы думаете? Или проедем? Можно, конечно, посмотреть, какая у нее здесь... Не. Провалимся, скорее всего, да? Давайте мы аккуратненько развернемся, не задев забор. И все-таки спокойно... Слушай, как здесь антуражно, ребята. Я до сих пор смотрю на эту красоту. У кого Нива была? У меня было несколько Нив в моей жизни. Самая красивая, конечно, была такая, прям, знаете, ярко-зеленая такая, насыщенная. Эх, огонь вообще смотрелся. А, здесь по трубе. Кстати говоря, я там что-то мудрил. Объезжал. А здесь у нас нормальный такой проезд по трубе. Сильпо. Где у нас выезд один центральный? Слушай, легковушечка, да? Как он сюда вообще заехал? На что похоже? На Меркури какую-то. О, так здесь смотрите, кстати, форточки уже нету. А приборка-то это от старой Нивы. У меня вот такая старая Нива тоже была. Там года 92-го, что ли, белая. И приборка вот рулит от нее. И вот эти воздуховоды, которые идут. Подождите, что здесь за надпись? У нас свалка мусора запрещена. Ну, что-то так со стороны посмотришь, как будто бы его продолжают здесь сваливать. На карте вообще, кстати говоря, присутствует ли гараж? Я, потому что пока только видел КПП, типа задания. А открытие гаража мы с вами пока... Одолжите, главное, машину. Там, видели, было? На лесозаготовке. Нам нужно указать или тогда, что ли, найти? Где эта лесозаготовка находится? Где тут, ну, мы сегодня с вами займемся. Так, знаешь, откроем гараж. А мы здесь электричество людям делаем. А вон, кстати, какая-то как будто бы машина и стоит. Здесь нас уводят. А, нет, недалеко. Я просто думал, может быть, нам как раз здесь пролезть можно. Но мы можем и встрять тут как следует. Такая ярко-зеленая нилба. Я как ее вспомню, малышка. Она была у меня, знаете, такая с коричневой тонировкой. То есть стекла это сейчас модно там такие черные, да, делают. Тонировку. А там была прям коричневая такая. Эх, огонь смотрелась. Так, подождите. Здесь какая-то еще у нас дополнительная деревня. Заезд есть. Да, здесь еще один дачный участок какой-то. Мы поехали. Поехали по дороге. Сно-карту нам надо будет открыть. Бак 42 литра. У меня расход был. О, подождите. Лесопилка. Лесопилка налево. Ав... Что там? Авто... Автопарк направо. Фабрика налево. Послушайте, а у нас было ведь задание. Ремонт электроподстанции на лесозаготовке. И как раз это где-то, видимо, ну вот у нас на... Подожди, что там? На лесозаготовке, да. И у нас лесопилка налево. Лесопилка от лесозаготовки чем-нибудь таким отличается. О, заправка. Давайте 10 литров залил. У меня, короче, расход был на Ниве. 12 литров. 12-13 литров в городе она хавала. Даже 14, мне кажется, доходило. Поручение. Ремонт АЗС. У нас АЗС-ки-то еще нету. АЗС не работает. Необходимо доставить материалы для ее ремонта. Я понял. Нам сначала, короче, надо в деревню проехать. И найти лесозаготовку, по всей видимости, где будет машина. Чтобы доставить прицеп. Что у нас? Царь направо? А, карась. Карьер, то есть карьер направо, лесопилка налево. Карьер нам пока... Кстати, вот карьер, да, сюда, с Казахстана бы могли занести какой-то. Упавший столб, я понял. Нам еще не так просто здесь и пробраться будет. Перекрыл дорогу в поселку. Необходимо доставить стройматериалы. У местных строителей много цемента. Они им поделятся. Я, конечно, очень рад. У нас вон сельпо за столбом находится. Поделятся-то поделятся. Давайте мы... Оп. Смотри, как от сигнала открылись ворота сами. Нам нужно в первую очередь к сельпо пробраться. Смотри, как он досками здесь заложил. Я здесь вам немножко, это... Новую дорогу, ребятки, сделаю. Потому что пока мы до столба все-таки не дожили еще... Оооо... А вот ГАЗ-69, кстати, здесь мог как раз и не проехать. Только не говорите, что здесь... А, все, нормально. Я подумал, здесь металлический забор, который не проезжается, типа, идет. Еще одно поручение у нас тут есть. Незадача. Подожди. Пополнение склада. Спасибо, что заехал. Нам нужна помощь с доставкой товаров с ЖД-станции на сельский склад. Пополнение склада в магазине заканчивается товаром. На станции стоит прицеп с товарами для нашего магазина. Привези их на сельский склад и вот ключи от него. Если найдешь что-то полезное для себя, можешь это забрать. Так, упавший столб. Цемент с запасной части. Это у нас... Ну, мы это сейчас никак не привезем. Это где-то вон на заброшенном складе, да, находится. Ремонт АЗС тоже доступ на заправку будет, но у нас... Средний, блин, у нас у них хера себе здесь, конечно, картофель 3 на склад. Доступ на склад будет. Нужен грузовой контейнер. Он, кстати, стоит на полуприцепе, значит, нам что-то со сцепкой нужно будет. И картофель там же находится. Смотрите, реально, на полуприцепе платформа нужно будет нам найти... Нужно будет найти, ребята... Машину со сцепкой у кого-то одолжить. Еще одно поручение. О, грузовик на лесозаготовке? Нет, это прицеп... А, прицеп этот доставить надо как раз. Лесозаготовку мы пока не нашли. Станция техобслуживания не работает. Ремзона находится в аварийном состоянии. Требуется срочный ремонт. Помоги с доставкой. Стройматериалов. А-а-а-а... А че, как поручений-то много? Алло! Такая прекрасная карта дачи. Управление грузом. Бетонные блоки. Кирпичи. И, кстати, и они здесь... А, разгрузка здесь. Это тут разгрузка. Слушай, ну я прицеп на Ниве-то не дотащу. Прицеп-то мы не дотащим. А лесопилка где? Кто-то видел ее? Либо ехать дальше по дороге? Я прицеп-то здесь не дотащу. Поехали на лесопилку. Будем надеяться, что найдем там. Кстати, нам надо будет, наверное, как-то объезжать. Это я там на Ниве спокойно проехал. Указатели, кстати. Подожди, там не было ничего такого. Как красиво, ребята. Вот у нас, видать, склад откроется, да? Грузовой контейнер. А там завалено все. Посмотрите. И где нам взять грузовик? Здесь завал. Сейчас тоже активируем это поручение. Не успел... Не успел... Отормозиться. Вал камней. Перекрыл выезд из поселка. Необходимо доставить специальное оборудование, чтобы его расчистить. Что они подразумевают? Бетонные блоки. Не, подожди. А как мне тогда к лесопилке-то свернуть? Вот там в объезд, но мы выйдем сюда же, я так понимаю, да? А, камни здесь, да. Вот этот у нас объезд и идет. И, видимо, как раз нам направо... А у нас Нивы справятся вот с этим заездом здесь, нет? Надо где-то около деревьев подниматься тогда, стараться. Давай. Давай. Ходом повышенное. Давай, родной. Давай. Ошалеть. Я в такую же горку примерно на Ниве заезжал. Так, у нас здесь, смотри, есть точка разведки, которой мы сейчас как раз и доберемся. И потом свернем налево. Я так понимаю, вот там заодно спустимся. Слушай, хорошо. Ладно, хотя бы, да. Можно где-то вот так. Тихо, на колеса. Я еще до сих пор не проверил, как у нас тут лебедка устроена. Не на Тузе, там, не на ГА-69. Не на Ниве. Ну, надеюсь, я просто, да, так понимаю, что если это все-таки джипик... Кстати, здесь у нас тоже, походу, завал. Нам придется еще ехать в какую-то... Объезжать горку. Да, чего столько завалов-то много? Вам не кажется? Упавшая вышка обрушила часть скалы. Бригаде требуется доставить. Возможно, что-то есть на сельском складе. Сельский склад у нас недоступен. В смысле что-то там есть? Обвал на горе, да. Расходники, металлические балки. У нас ничего нету. Но, ребята, по крайней мере, пока по количеству грузов я вижу то, что нам будет необходим этот и тот мод, который идет с аддоном, который берет несколько грузов. Мы будем брать с вами красивую какую-нибудь машинку и сразу на нее примерно загружать необходимое количество. Ну, как минимум на одно задание, а может быть даже и побольше. Слушай, как будто бы сейчас... Да, зона радиоактивности. А что здесь машины будут ломаться? У нас 17 литров осталось. Я что-то на топливо не обратил внимания. И что, тут ломается машина, нет? Изучить окрестности. Давайте, может быть, мы какой-то увидим здесь объезд. Смотри, можно за вышку сейчас подняться на эту гору и вот на ту... Там карьер у нас какой-то. Там какой-то склад. Слушайте, а у нас с топливом проблема. Обнаружена новая задача. Топливо для песчаного карьера. Ремонт бревенчатого моста. Заброшенный склад. Ой-ой-ой, а у нас с топливом проблема. 15 литров. Рискнуть сюда вот проехать. Где мы реально возьмем-то? У нас топлива нема. Здесь сейчас, смотрите, аккуратненько мы куда-то съедем. Подождите, ручник. Смотри, у нас здесь типа... Блин, ну это так себе похоже, да? Конечно, нам бы доехать где-то машину какую-то открыть. Надо где-то вот здесь постараться спрыгнуть, съехать рядом с деревьями только, да? Хотя здесь дорожка вот ровненько идет. Не, наверное, вот там было... Наверное, вот здесь было самое лучшее. Подожди, но мы можем прям аккуратно вот под эти березки. Зачем вперед-то лицом? О! Ай, прекрасно как! Ребята, ну это уже, я считаю, мастерство прям. 12 литров. Отключать полный привод? А как он здесь поедет? Ну давай отключим икс. Вроде грязь-то такой сильный незаметно. Попробуем пробраться. Камни начинаются. Вот на камнях-то нам уже он все-таки будет необходим. Еще и пеньки какие-то здесь. Так, пробрались в этот район. Включаем повышенную. И лучше к траве здесь подъехать, да? 11-10 литров. Ёлки-моталки. И мы не доехали до лесопилки. Чтобы взять грузовик. Походу мне на ГА-69 придется доехать, зацепить топливную цистерну. 9 литров. А здесь прям грязненько, я вам скажу. Я-то думал, здесь типа а-ля грунтовая дорога такая идет. А нет. Слушай, а где грузовик-то? Ну сюжет, сюжет. Да, грузовик-то где? Лесопилка. Я к ней пытался доехать. К ней все пути были закрыты. Ну там не асфальт случайно начинается. Отключить полный привод. Не, ну это явно не лесопилка. Здесь вообще как будто бы мы куда-то в тупик приехали. 8 литров. Машиной здесь не пахнет, да, особо? Да, мы реально заехали в тупик. И в итоге обвал-то этот не проехали. Не, ну мы здесь попробуем, конечно, пробраться. Вот здесь между деревьями. А у нас все сейчас. Машина будет этот. Ну вы поняли, и тот. Задыхаться будет. Она уже здесь не проедет. Мы, конечно, даже вот куда-то здесь как будто бы выехали. Так, отключить полный привод. Да, мы выехали на эту дорогу, которая типа у нас шла в объезд. 5 литров. До вышки доехать. Вышка наверху. Блин, так мы не нашли ее. Слушай-ка. Лесопилку. 4 литра. И у нас с собой... Ну, я никакую канистру не вижу. Надо было нагашься. Тихо, вот справа. Может быть, лесопилочка нет? Вывески нет никакой. Вон она прямо там. Цистерна. Цистерна, ребята. Прикинь, не хватит, да? Одного литра. 4 литра. Подождите. У нас продолжается все-таки прохождение. 3 литра. Машина пока не задыхается. Я очень надеюсь, что у тебя есть топливо тут, родная. Заправить. Да. Опа. А, нет. Я думал, что у нас еще канистра здесь какая-то присутствует. Так, отлично. Живем. Живем. Давайте только мы, знаете что, с вами сделаем рассвет. Поставим на 6 утра. Чего нам на эту вышку залезть? А смысл, да? На нее она вообще где-то на мосту. Туда дороги нету. Обвал камней. Туша, а мы бы оттуда типа ехали и увидели бы вывеску. Лесопилка, может быть, как раз через мост и находится. Нам надо... Да, давайте сейчас вернемся. Я понял. Мы сейчас вернемся. Я не знаю, нам надо было взять с собой топливо. Не надо было. Или с этой цистерной мы тоже намучились бы. Ну, по крайней мере, мы знаем, где она находится. Если у нас реально будет там литров 10, то мы, скорее всего, к ней попробуем вернуться. Так, смотрите. Здесь, значит, шла у нас дорога. Как будто бы через мост тоже там идет целиком. То есть, его не надо нам выстраивать, я так понимаю. Просто полный привод сейчас будем не всегда подрубать. А действительно в моменты, когда нам это необходимо. Слушай, ну, как мой этот груз... Лесозаготовка. Ложи прицеп. Ложи грузовик на лесозаготовке. Это тот же самый обвал. Так, и вот здесь мы сейчас попробуем цепануть точку разведки. Она как раз наверху тут была. Ох, смотрите, как солнышко встает, ребята. Красота, да? Красота. Оформление, конечно, шикарное. Серьезно. Я не знаю, где находится грузовик. Я не видел еще вывески. Ну, там лесопилка. Ну, лесопилка, лесозаготовка. Я уж надеюсь, что это одно и то же. То я, может быть, вообще не... Там автопарк, слово было менять. Смотри, направо хорошо. Мост сломан. Его надо будет, походу, в Астана. Вон лесопилка. Подожди, я не понял, где она. По-моему, там еще один вот этот был, может, ЖД, что ли? Подожди, где? Где, где, где? Подождите, смотри внимательно. Смотри. Вот мы стоим. Вот у нас мост. Налево его нету. Там ЖД мост. И на том берегу мы видим лесопилку. Но я не вижу там машину. И я не понял, как туда пробраться. Здесь-то мы что сейчас уедем? Этот мост там явно никак не подходит. А там мы можем, типа, вброд проехать, что ли? Вон лесопилка находится. Вот здесь она. Где помощь строителям. Где-то она здесь. Либо там идет сверху. Ну, поехали. А, там трубы нету. Да? Смотрите. Завалена труба. Ну, типа... Типа мы здесь сможем съехать, что ли? А вот здесь как будто бы есть проезд какой-то. На тот берег. А, ну я на Ниве. Она, конечно, тоже хороша. Ну, давай трубу посмотрим. Всего нам надо активировать это место. Хм. Непонятно мне. А гора что? Или автопарк? Блин, надо было, походу, нам в автопарк ехать, да? Но у нас там ГАЗ-69 есть. Либо я с прицепом сейчас, если все-таки смогу поехать. То мы можем и через автопарк попробовать прокатиться. Да, здесь не хватает трубы. Идет забор еще такой, смотри. А Нивы этот забор, соответственно, не проезжает. Там у нас край карты. Уж для Нивы-то, а, можно было и оставить какой-то проезд такой, да? Аккуратненький. Ладно. Едем, значит, сюда и вниз. По мосту мы тоже не пройдем. Нам, короче, надо спуститься вниз. И попробовать преодолеть брод. Я так понимаю, да? Вот сюда сейчас спрыгнем просто здесь. Вот к этим березкам поближе только подъедем. И аккуратненько вот так, задним ходом. Шлакс. Лебедкой себя еще подстраховали. Аккуратно съехали, а? Ребята, это уровень. Пять литров мы с вами потратили. Дозаправляться не будем. Моста нету, но, похоже, не... Слушай. Он уводит куда-то там, прям вдаль, ведь. Хватит у нас здесь мощи пробраться. Вон там где-то будет выезд. Видишь, я-то думал, что мы вот здесь, типа, проберемся. Сразу на тот берег. А у нас, по всей видимости... Слушай, подожди. А что мы? Лебедкой не дотянемся никак? Если у нас она автономная. Во. И сюда, и смотри. Сразу лебедочку наверх. А? Ребята. Вы посмотрите на этот автомобиль, а? Нам не пришлось туда ехать. Мы сейчас здесь по берегу. Аккуратненько проберемся. Она даже у нас не заглохла, вы поняли? Мы ее лебедкой перехватили заранее. Так, у нас еще здесь поручения, слава богу, есть. А то я подумал, как раз поймался на мысли, что давно у нас не было новых поручений. Это как раз мост. Слушай, ну вот этот мост, если строится, это реально важный будет мост. У нас на стройке закончилась часть стройматериалов. И если поможешь нам их доставить, мы с тобой поделимся цементом. У нас его еще много осталось. Слушай, ну мы цемент и так видели. Опа, там лесовоз валяется, да? Да. Степ 310. Сесть в него нельзя. Нет, экономим топливо, ребят. Сесть в него все равно нельзя. Лесовоз. Я не понял, гараж на карте есть или нету? АЗС не работает, закончил стоп. Мне необходимо доставить топливо для заполнения резервуара. Если я найду цистерну с топливом, то я и с него уже смогу заправляться. Вон она, лесозаготовка. Да? Что здесь висит знак? Лесопилка. Да. Подожди, а там у нас что? Мы сейчас свернули. Здесь тоже какой-то типа склад ведь. Давай лесопилку проверим. Машина, грузовик на лесозаготовке. А здесь лесопилка, надпись. Меня смущает, знаете что? Что может быть только в редакторе нету надписи. Нельзя изменить надпись. И поэтому здесь написано лесозаготовка и лесопилка. Это на самом деле будет одно и то же. Так, прицеп под бревна у нас здесь находится. Поручение, слава богу, есть. Ну, машины-то здесь нету. Модернизация лесопилки. Наша лесопирка работает на старом оборудовании. Привези нам новое оборудование и расходники для монтажа. Пацаны, я здесь машину не нашел. Машины-то тут нема. Тут есть только прицеп. Все-таки лесопилка и лесозаготовка, значит, были ровно. Все-таки разные вещи. Ну, а где тогда? Не мог же я как-то с машиной. А просто волосица. Или это вот она валяется? Вот там тупик. Здесь как будто бы, кстати говоря... А, это ЖД, наверное, дорога, да? Подождите. Я реально что-то не могу понять. Давайте подъедем к степу. Неужели это степ? Для прицепа тот необходим. У нас уже полбака нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас уже нету половины бака опять. Надо было цистерну все-таки с собой, походу, брать, да? Либо в автопарк ехать. Сейчас подъедем к степу. Налево. Вот там что такое было? Какой-то там типа, да? Что-то там... Слушай, ну степ рядом. Давайте к нему все-таки сначала. Еще бы мост у нас в ЖД был проезжабельный. Вообще бы цены не было. Запутанно, но интересно. На этом этапе нам. Ну это же не может быть он, а? Он же здесь даже не проедет. С таким краном еще нигде. Так, мы здесь блок диффа не подключим. А, так мы его еще и не вытащим здесь, если это даже он. Лебедка закреплена, обнаружен. Ну не говорите, что я смогу его вытащить. Мы его вниз типа сюда стер... А слушай, мы его сейчас заведем. Давай. Подгазовывай, родной. Ну смотри, он падает с этим краном. Он с этим краном падает, а мы тут сейчас всю топку оставим. Нет, он там типа колеса крутит, смотри, но он вообще не двигается. Ну я смогу в него сесть, да? Да. Полный привод. За какой-то куст тянется, но не за дерево. Прикрепит лебедку сюда. И давайте попробуем вот так. И сюда мы сейчас его с вами тихонечко... Тихо, может быть мы его, знаешь что, может быть мы ему подключим? Нет, ну он еще у нас и заглох. Так, ну хорошо, мы тогда давайте заправим ниву с него. 214 литров заправить. Ну по-моему-то нам, конечно, его спасти все-таки нужно. Пересесть. Он у нас упирается здесь, видишь, во все подряд. Сюда и вот за боковую. Но у нас силенок столько нету. Видишь, мы его даже здесь... Хотя смотри, он у него даже, да? Почему там колеса крутятся? Двигатель заглушен, но колеса крутятся. Я думаю, там больше с краном проблема. Ну вот, на верхнюю, например. Мы сейчас тоже еще блок дифа подключим. Нет, нет. Ладно. К сожалению, пока... Блин, ну нельзя его оставлять здесь, а? Мы же его почти. Ну у нас и силы не хватит. Ну че я почти? Ну куда? Ну встанем мы сейчас за этот пень. Давайте попробуем, да? Упереться. Но... Блин, я его там и боком ведь ставил специально. Почему он у нас его не поднял? Давайте вот сюда упираемся. Лебедку. Лебедку. Посмотрим. Ну смотри. Пенек-то нам помог. Пенек-то нам даже, я вам скажу, немножко помог. Кран слишком тяжелый. Я с него топливо заберу. Мы попробуем его все-таки спасти. Давайте такая операция по спасению Зила у нас будет, да? Да как? Мы его никак не спасем. Прикрепить лебедку. За боковую-то он вообще, у него силы там не хватает. Сюда блок дифа. Ну да. Слушай, а если я упрусь вот за эти две березки? Он нам как-то поможет с ними, нет? Дотянемся мы? Вот так, например. Встаем, смотрите. Берем. Оу. Достает. Я так понимаю, нет. Хотя да. Почему у нас такой урон идет? Так. Перехватить, возможно, лебедку можно, не? Да, заверхнюю сюда. Ну... Понимаешь, в чем дело? Он упирается. Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Наяривай. Подожди, включи двигатель. Может быть, он поможет там? Нифига не поможет, да? Давай, давай. Выйди с этого бревна. Вроде бы, что-то двигается, да? Ну, не так, как хотелось бы. Сыно, он, типа, сильно повис. Может быть, сейчас попробовать его запирать, типа, взять? А, ну, давай, наяривай. Он еще больше улетел. Ты прикалываешься? Хорошо, подожди. Вот. Че-то изобразили. Че-то изобразили. Пересесть. Я думал, мы за пенек зацепились. Он зацепился за этот. За куст. Смотрите. Давайте, пробуем. Я сейчас даже сдам, наверное, назад немножко еще. Во. Еще сюда назад. Теперь включаем вперед. О, да. О, да, ребята. Не отступать и не сдаваться, а? Мы это смогли сделать. Заправить. И давайте зальем Ниву дальше. Пересесть. Ладно. На всякий случай, так сказать, у нас с вами есть запасная машина. Здесь, кстати, объезд был. Но это же не этой машиной тащить. Вы серьезно? Прицеп-то. Мы, конечно, держим ее в уме, да? Мы, конечно, держим ее в уме, но... Что-то я сомневаюсь, что им... Он же очень валкий с этим краном. Где нам там вообще проезжать? Так, ну, у меня не на лесозаготовке было. Он вообще где-то валялся. Он, я не знаю, пьяный в кустах. Вот. Это у нас лесопилка налево. Это, короче... Там не было машины. Вот там какой-то есть склад, да? Давайте доедем. Посмотрим, что у нас здесь может быть. Ооо, еще одна цистерна. Неплохо. Мы сюда сможем подъехать. Степ дозаправить, нежели чего. Вижу насос доставить. Вижу этот доставить. Но степки-то нету. Это для склада. Там три картошки что-то было. Грузовой контейнер. Нам это явно вообще никак не подходит. Здесь у нас тупик. И машины никакой нема. Здесь у нас есть проезд. Верхней дорогой, например, да? К деревне куда-то. Что она нам даст? Ждите,ужели нам, может быть, реально в автопарк куда-то поехать? Вот здесь был указатель. Вот на этой дороге. Мы рядом стоим. Автопарк сюда, типа, был. Блин, здесь была вышка. Что-то я к ней, да? Заброшенный склад. Ремонт бревенчатого моста. Папапара-пара-пам. Может, нам скататься на этом? А, здесь уже край карты. Здесь. Вот машина стоит. Ты прикалываешься? Только не говорите, что это лесозаготовка. Серьезно? Да ладно? Рядом стояла машина. Ты угораешь? Вот она стоит прям. Сто метров. Не, ну мы тоже сделали хорошее дело, да? Открыли карту. Нормально так, причем, открыли. Изучили, где у нас топливо есть, но... Я гараж хочу. Здесь вообще-то подразумевает под собой, что здесь есть. Так, отлично. Лес проехали. Вот машина стоит. Лесовоз. Мы можем за... Опять степ. Мы можем здесь бревна загрузить. И отвезти туда что-то еще. Какие у нас тут бревна находятся? Длинные, средние, короткие. Все есть. Нас под короткие бревна. А там было какое-то задание? Под короткие бревна, вы помните? Нефтегаз у нас закрыт. Подожди, как гараж открыть? Трансформатор, СЖД, водопровод, доставка воды, запуск изделий. Нет. Сторож. Короче, у нас контракты выполнены, ну, кроме электроподстанции. Прицеп с оборудованием. Прицеп находится здесь. К нему официального заезда? Именно официального я не видел. А, ну, может быть, вот здесь, типа, пробраться? Вытащить его. Ммм? И мы сейчас можем взять с собой... Жди. И мы сейчас можем взять с собой, по идее, короткие бревна. Упавший столб. Цемент, запасная часть. Я думал, что как раз туда вот бревна бы и подошли. Грузовой контейнер. Ну, у нас седло мы нашли. Песок, кирпич. Расходники. Так, подожди, нам и бревна пока никуда не нужно. Хмм. Ну, либо поехать все-таки как раз на нем. Все равно, да. Открыть, довести. У нас откроется новое какое-то задание. Может быть, так тогда увидим, а? Прокатимся, что ли, ребята? Давайте. Попробуем выполнить все-таки это задание. Ну, я грузиться-то, наверное... Я их, наверное, даже не буду. А куда их пока не... Подождите. А, ну я... Прицеп-то я потом сюда опять привезу. Поэтому смысл мне забирать отсюда во бревна? Да? Я так понимаю. Мы сейчас здесь с вами проезжаем. Проезжаем. Возьмем точку. Потом возьмем прицеп. Да-да-да-да-да. Ну, давайте доедем до точки. Посмотрим вообще, что у нас здесь будет. Так, полный привод тоже стараемся здесь часто не включать. Слушайте, а на карте, походу, да. Гаража-то нету. Обалдеть. Слушай, это прикольно. С одной стороны, здесь интересно. Реально прям такой сюжет двигается. С другой стороны, пока все так запутано. Что ты не врубаешься, что нам нужно делать. И у этого степа расход-то будет, наверное, посерьезнее даже, да? Чем у той же Нивы. Я еще сейчас здесь дорогу подразобью, как следует. Так, повышенную подрубили. Болото пробуем ходом проскочить. Но он попроходим и туза. Слушай, я что-то думал, что степ вообще непроходимый. Посмотри, да? На повышенную потихоньку здесь наваливает. Автопарк. Надо нам еще будет до автопарка доехать все-таки по асфальту. Да? Автопарк. Прям как будто бы там, знаете, ну, парк авто. Ну, звучит так. Уж не знаю, как там по факту будет. Деревья красивые, ребят, честно. Вот деревня мне очень нравится здесь. А, он повышенную, смотри, на четвертый типа шел. Неплохо. Ну-ка, вот, отключаем полный привод. Ну, если дорога, в принципе, сухая, то нормально. Идет неплохо даже. Так, здесь сразу лучше ходом. Повышенную. Слушай, а вот здесь-то нам уже сейчас... Надо прям на деревья смотреть. Это у джипов может быть автономная лебедка. А здесь-то уже навряд ли. Вот, смотрите, у нас есть здесь первая такая развязка. Где стоит много знаков. Надо еще раз... Карьер налево. А там какое-то поручение, кстати, горит, да? Ну-ка, ну-ка, подожди. Фабрика и автопарк. Да, но там, походу, моста нету. Смотрите, я сейчас что-то пока смотрел на знак. Вон, на мост, там желтый квадрат вижу. Автопарк, да. Здесь моста нету. Зашибись. Доставить стройматериал. Возможно, в сельском складе есть что-то необходимое. Смотрите. Они нам говорят про сельский склад. Но для этого нам нужна либо машина со сцепкой, чтобы у нас появился там свой полуприцеп. Мы там отвезем куда-то полуприцеп задания, да? Я просто, знаете что? Я, возможно, зря увожу эту машину отсюда вам. И все-таки нам надо было искать другую. Нам везде говорят, что надо доставить материалы. То есть, как будто бы здесь материалы... Как будто бы здесь реально есть где-то машины все-таки. С бортом, я имею в виду. С бортом и полуприцепом. Автопарк. Может, там гараж будет? Может, он так открывается здесь? Там какая-то погрузка есть, смотрите. Видите, желтый квадрат тоже. И ручная есть, и такая есть. Так, ну сейчас откроем точку. Опа-на. Яр стоит. Стоямба. На всякий случай мы к ним... А, это доставить машину кому-то там надо было. Да, там было задание доставить машину. Мы, может быть, его сейчас с собой, кстати говоря, и отсюда вас заберем. Заодно и прицеп, типа, довезем, и там сторожу, что ли. Нихера у сторожа, да, точил это. Такая серьезная, я вам скажу, яр. Сейчас, откроем точку сначала. Может быть, что-то мы отсюда его увидим. Вон там еще что-то справа была желтая зона погрузки, я так понимаю. Так, там, типа, бревна какие-то. Это не гараж, да? И машину я никакой не вижу. Есть машина! Есть, есть, есть машина была. КамАЗ, да? Синий стоял. Ну-ка, подожди. Ручник. Смотрите. Во-первых, где-то туда проезд. Вот дорога идет. Съезд сюда. Вот проезд. Нет моста. Вон, смотрите, стоит. Видите? Арктик синяя. А к ней заезд вообще... Слушай, там вообще нет проезда такого. Смотри, здесь не пробраться точно. Вот есть проезд. Здесь нужно построить мост. Вот есть заезд. Вон стоит машина. Где мы? Станция водоснабжения. Вот он. Вот он завод. Переправа на завод. Вот был здесь заезд. Но здесь тоже нужно сделать мостный. А вот стоит. Она открылась. Азов. Но в него нельзя сесть. Он будет видать по заданию. Теретеретеретей. Где было с машиной? Пополнение, ремонт АЗС. Топливо для АЗС. Подожди. Было же что-то сторожу машину довезти какую-то, да? Или меня это... Откуда я это вообще взял? Сторож. Вот. Буксировка автомобиля сторожа. Сюда его доставить. Да, это машина. Как раз мы сделаем ремонт электроподстанции. Здесь ему скинем машину. А сюда довезем прицеп. И сделаем сразу таких два контракта. Короче. По заданиям примерно нам понятно. По заданиям понятно. Мы сейчас заезжаем за прицепом. Забираем. Ну и ярый этот по идее с собой тащим, да? Сразу. Если мы его даже на локацию поставим, может быть даже сработает. Не надо будет подъезжать типа второй раз. Сейчас его на асфальт, по крайней мере, точно вытаскиваем. Включить двигатель. Так-то он вроде бы и... Кстати, а топливо я с него смогу забрать? Включить двигатель. Или что, он типа поедет пошустрее с ним? А, там нет топлива, понятно. Слушай, ну степ нормальный яр вытаскивает отсюда, да? Степ нормально вытаскивает его. Сейчас мы его поближе подтащим. Полный привод подрубаем. Блин, а я с него хотел заправиться еще. Но не в этот раз. Вот. И сейчас мы его, по идее... 157 литров. Сейчас мы его, по идее, вот здесь где-то оставляем. А сами поедем вот такой дорогой. Короче, пацаны, на этом серию завершаем. Надеюсь, вам понравилось. Если не сложно, поддержите, пожалуйста, лайком. Поделитесь видео с друзьями. Увидимся во второй серии. Мы с вами довезем этот яр, довезем прицеп с оборудованием, который, да, нам необходимо доставить. Вот он стоит. Мы сейчас его отсюда заберем. Как-то попробуем здесь вытащить обратно. Заберем яр, в общем, вернемся по дороге. Поставим яр на нужную позицию. И довезем прицеп сюда, скинем. По идее, выполнится два контракта, но... Я не пойму, где у нас гараж. Кто знает? Вы, конечно, молодцы. Я бы тоже хотел узнать, да. Вот этот мы с тем, у нас нет машины со сцепкой. А карта-то, на самом деле, не такая большая. Я что-то думал, сначала большая карта, а она во. Край карты вот идет. Она реально... Здесь переизбыток большой заданий. Так и локация гаража-то... Ну, вот у нас еще одна локация есть. Прицеп скинем, заскочим. А, у нас есть туз. В общем, мы еще, да, посмотрим. Здесь и проезд, возможно, есть. И здесь, возможно, мост надо будет строить. Ну, в общем, будем смотреть. Всем огромное спасибо, ребята. Всем пока-пока. Продолжение следует...